В августе прошлого года в Подмосковье с пафосом открывали масштабное мероприятие выставку вооружений «Армия-2022». Событие анонсировали как большой праздник передовых технологий Башачок Запада во всех смыслах. В итоге же над российскими военными разработками попросту посмеялись, ведь все продемонстрированное оружие оказалось совсем не новинками. А то, что пытались представить как технологический прорыв, на самом деле был дешевой подделкой из китайских интернет-масс-маркетов. Как, например, военный робопес с Алиэкспресс, которого выдавали за российское ноу-хау. Не удалось воплотить и ключевую идею, заставить мир вспомнить, что российское оружие все еще может вселять страх. А кроме того, Россия больше не является надежным поставщиком, утверждают эксперты. С крахом экономических отношений с Западом Россия стала еще более зависимой от торговли оружием, чем раньше. Поэтому неудивительно, что Путин так стремится продвигать его среди как можно большего числа незападных клиентов. Большая проблема для него заключается в том, что война России против Украины стала катастрофой для авторитета российских военных. Их действия были очень плохой рекламой оружия. Долгое время Москва и Вашингтон оставались ключевыми поставщиками оружия в мире. Однако за последние пять лет Соединенные Штаты резко увеличили свой отрыв. Экспорт из США вырос на 14%. Из России сократился на 31%. Москва уменьшила поставки в 8 из 10 своих основных стран-покупателей. За последние пять лет Россия продала Индии, крупнейшему импортеру российского оружия, на треть меньше вооружений. Тем временем Европа быстро наращивает свой военный потенциал и останавливаться на достигнутом не планирует, прогнозируют аналитики. Решение об увеличении военной мощи европейских государств безусловно связано с российским вторжением в Украину в 2014 году. Уже после анексии Крыма мы видели, что Европа начала наращивать закупки своих основных вооружений. Но, конечно, в 2022-м процесс только ускоряется. Ежегодно на экспорте оружия Москва зарабатывала около 15 миллиардов долларов. Таким образом, в страну поступала валюта. После полномасштабного вторжения в Украину, путинская Россия сделала приоритетом снабжение собственной армии, сообщают эксперты. Тем более, что производство любого оружия там сейчас связано с серьезными трудностями из-за наложенных санкций. Для Европы же ключевыми остаются поддержка Украины и укрепление собственной обороны. К примеру, Польша за последний год только у США заказала почти 400 танков, 100 боевых вертолетов и 12 систем ПВО. Европейские государства сейчас либо уже заказали, либо планируют сделать закупки всех видов вооружений. От подводных лодок до боевых самолетов, от беспилотников до противотанковых ракет, от винтовок до радаров. Идея состоит в том, чтобы усилить военный потенциал всего спектра оружия. Тем временем, объем импорта оружия в Украину резко вырос, выведя страну на третье место в мире по этому показателю, констатируют аналитики Стокгольмского института. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Продолжение следует...